Ну что, девчонки, страшно всем? Капец, как страшно. О чем свидетельствует индекс страха и жадности, который просто пробивается уже ниже нуля. И, знаете, хочется даже отдалиться, потому что это пятиминутка по биткоину, да? Хотя тут, конечно же, опять же, похоже на дно, желтые точки, напрашивается отскок. Ребят, ну я вам это всегда говорю, и вы, наверное, меня уже ненавидите за это. Те, кто вот краткосрочные трейдеры, кто хочет разогнать сотку баксов и стать миллионером. Но так это не работает, ребята. Работают рынки по-другому. Нужно отдаляться и смотреть, что происходит. И понимать, что, ага, мы в коррекции, которые у нас постоянно, в принципе, происходят, да? Вот такие вот коррекции по биткоину, несмотря на то, что мы находимся все еще в бывшем рынке. Поскольку, да, вот мы растем, вы можете видеть в долгую. Мы растем, и у нас есть повышающиеся пики и минимумы. До тех пор, ребята, я неустанно буду повторять, до тех пор, пока мы не пробьем вот этот лоу в 29 тысяч, ну в 30 тысяч, у нас все еще технически бычий рынок. И даже если мы пробьем этот лоу, у нас будет, скажем так, смешанный верблюжий рынок, не медвежий. Потому что, смотрите, у нас повышающийся пик все еще есть. Вот если мы нарисуем сейчас понижающийся пик и понижающийся минимум, тогда, да, это будет сломанный бычий рынок. Но пока все еще все так, как мы с вами и говорим. Мы в бычьем тренде. Да, у нас более затяжная коррекция. Хочется сказать, что все пошло немного не по плану, да? В более здоровом аптренде мы должны были удержать вот эту восходящую поддержку, скажем так. Но мы ее зафейлили, провалились ниже сейчас. И в краткосроке все выглядит очень стрёмно. С другой стороны, здесь было то же самое. Посмотрите. Да, плюс-минус. Вот у нас была восходящая поддержка. Мы ее зафейлили, упали сильно ниже. Потом можно было рисовать вот такую. Мы тоже ее зафейлили, упали сильно ниже. В итоге, что произошло, когда все уже запаниковали и продали? Вот здесь вот как раз на сайфере появилась желтая точка. Обратите внимание. Которую вы все так хейтите. И это было практически дном. То есть, может быть, мы чуть ниже еще ходили. Вот тут у нас тоже, правда, вы скажете, была желтая точка. И после этого мы сходили еще ниже в два раза на коронодампе. Поэтому не надо. Желтая точка – это не истина в последней инстанции, ребята. Да, мы после этого сильно выросли. После той желтой точки мы выросли. Давайте померяем. На 65% по биткоину. Но после этого мы упали с верхней точки на те же 64%. Но это было уже большим дампом. Поскольку с той же точки мы, грубо говоря, провалились еще на 40%. Понимаете, какой расклад? Поэтому желтые точки – это, конечно, хорошо. Но они говорят о том, что дно близко. Я вам вчера говорил, если вы помните, что я жду финальный прокол. Потому что слишком все сладко для лангистов. Я вам говорил, что это, вероятно, будет глобально. Дно, вот этот дивер, желтая точка, он отработает. Но я предупреждал вас, друзья, что мы видим очень часто после этих желтых точек, мы видим финальный сквиз. И вот мы его сейчас видим. То есть по-хорошему мы должны удержать с вами вот этот вот лоу. Но я вам также говорил, что мы даже можем его проколоть. И это будет паттерн двойное дно с медвежьей ловушкой. Если мы сделаем вот так, кольнем куда-нибудь на 39-38, это не отменит вот этого сценария, что это глобально было дном. И мы очень скоро увидим цены выше. Потому что желтая точка, как правило, показывает то, что мы очень скоро, даже если спустимся чуть ниже, видим цены выше. Но проблема в другом, что сейчас в мире происходит какой-то тотальный пипец. Вон, увидите, что происходит в Казахстане и так далее. И с майнингом, и вообще с экономикой просто. Ну мы практически на пике пузыря, да, и долгового, и потечного, и всех остальных. Поэтому сейчас, конечно же, лучше всего сидеть в каком-нибудь золоте, в серебре, там дисклеймерный финансовый совет в Латине, я не знаю. И в какой-то стопудовой крипте, типа биткоина, дэша и так далее. Ограниченной, которой вы знаете, сколько есть монет на свете, и нет дополнительной эмиссии, вбросов, всяких там хаков, протоколов и так далее. Стопудовые рабочие блокчейны. Это, на мой взгляд, опять же. Теперь давайте посмотрим, что с альтами. НИР вы просили давно, НИР. Вот давайте глянем НИР, потому что тут интересный девелопмент происходит на НИРе. Смотрите, НИР растет, вопреки всему рынку. И четырехчасовая точка вот здесь вот, желтые точки на сайфере, это уже скоро станет мемом. Она, посмотрите-ка, вот здесь вот не отработала в моменте, да, мы ушли еще ниже. Но в итоге она в долгую, смотрите, как хорошо отработала, мы ушли гораздо выше. Вот об этом я вам и говорю, что желтые точки четырехчасовые отрабатывают так, что это почти дно. Поэтому я лично жду финальный сквиз сейчас. Опять же, с поправкой на то, что все-таки в мире происходит трэш, и коронадам 2.0 никто не отменял. Тоже на всякий случай держите это в голове. Не хочу вас кошмарить, но... Видите, здесь тоже желтая точка по НИРу отработала практически блестяще идеально. Мы сразу же развернулись. Поэтому, ребят, панические настроения, согласен, на дневке, посмотрите, НИР к доллару. Вообще, желтая точка и Дивер отработали идеально вот здесь вот. Видите? Очень круто. Но ваш НИР, я не знаю, я не торгую НИР, но он в Диверах уже. Вот здесь вот Дивер. Это, например, Сэндбоксу не помешало выдать еще там 5 иксов после этого. Но в целом этот Дивер говорит о том, что скоро, да, по вот такой вот плавной параболе, плавной синусоиде, скоро нас ждет медвежье движение по вашему любимому НИРу. Так что аккуратней сейчас с лонгами. Но актив показывает неплохую динамику. И НИР BTC тоже, кстати, вообще-то замунит просто по полной. Поэтому лезть в него, на мой взгляд, сейчас не нужно. Как, кстати говоря, и в касту, ребята. Ребята, вчера многие из вас, наверное, знают, что запустилась каста. Я очень побычно настроен на проект. Ребята, молодцы. Но, тем не менее, это не значит, что сейчас нужно лезть. Что сейчас на локальных хаях нужно в него лезть. Потому что, посмотрите, ну, проект залистился по 4 цента и взлетел до 2 баксов. Сейчас торгуется чуть ниже 1. Я думаю, что он с высокой долей вероятности может дампануть куда-нибудь на 40, 30 или даже 20, 15 центов. И вот там его можно будет подбирать. Потому что, прикиньте, какие сейчас разгрузы. С другой стороны, насколько мне известно, все, кто инвестировал на приватсейли и на сидраунде, не могут продавать первые месяцы вообще свои токены. И потом будут продавать их очень маленькими порциями. И у них нет нужды это делать. Поэтому, возможно, конечно, она полетит еще выше. Но я бы не стал набирать актив, который уже дал 50 иксов. Пускай даже сейчас, когда его не могут продавать инвесторы и не хотят. Все равно я буду ждать более низких цен. Хоть я, еще раз говорю, побычно настроен на проект. Я буду докупать. И тузамунит на нем уже года 2-3 вперед. Как и касту, так и битдау. Я вот жду почему-то более низких цен. Не знаю. Такое у меня ощущение. Вот. А по поводу всего рынка. Ну, конечно, никто не ждал такой большой здесь коррекции. Честно говоря, я сам ждал что-то типа вот такой вот коррекции. И все еще думаю, что мы скоро развернемся. Но вот где это произойдет, ребят? Я думаю, что очень-очень скоро. Ну, для подтверждения разворота, конечно, вам надо ждать, пока дневная сетка EMA Ribbon сделает вот так вот. Потому что сейчас она сделала вот так вот. И мы видим медвежий локальный тренд. Как это было вот здесь. И мы ушли в долгую коррекцию. Поэтому для подтверждения вам надо ждать, что цена биткоина, по-моему, понет снова выше полтинника. Сетка развернется. И там уже от сетки где-то отбиваться и туземунить. Это если, ну, как бы консервативно подходить к вопросу. Ловить именно трейды, да, такие свинг-трейды, скальп-трейды или я не знаю. А как инвестору, я думаю, что у вас вообще это не должно парить. Потому что напоминаю вам, что чуть больше года назад биток стоил 10 тысяч долларов. И долго-долго там консолидировался. Долго флетил в этом диапазоне. После чего пробился наверх. Сейчас мы точно так же долго флетим с вами в диапазоне 40-50 тысяч, да. Тогда для биткоина хождение там на 2 тысячи долларов это было эквивалентно тому, что он сейчас ходит на 10. Поэтому еще раз. Помните, я вам говорил про волатильность X10. Вот она сейчас происходит. Биток колбасит вниз-вверх на 10 тысяч долларов. А это, по сути, для него стало уже просто флетом. Поэтому, не знаю, я все еще жду пробития наверх, вытряхивания слабых рук. Но с учетом того, что происходит в мире, вот эти ковид 2.0, как бы может быть очень сильный сквиз вниз и потом только наверх. Даже, я не удивлюсь, если мы разломаем техническую картину и идем ниже предыдущего лоу. И потом затузымуним. Как бы затузымуним так, что это все окажется прямой линией. Биток улетит вообще куда-нибудь там на 300 или на 500 тысяч долларов. Вообще спокойно может быть, потому что, я не знаю, вы на рынке, если недавно, вы, наверное, думаете, что я вам сейчас херню какую-то несу и сказки рассказываю. Если вы на рынке недавно, просто посмотрите историю, как себя вел биткоин. Он себя вел абсолютно крышесносным образом, непредсказуемым. И как бы в моменте непредсказуемым, а в итоге вполне себе оправданным, можно сказать. Поэтому, не знаю, что вы сейчас делаете. Я, наверное, должен был вам сказать, все, ребята, все пошло по одному месту, не по плану. Ну, продавайте нахрен, фиксируйте прибыль. Не, и по-хорошему, да, если у вас есть прибыль где-то, если вы, допустим, сидите в крипте уже там больше года или там какие-то альткоины иксанули, хорошо. Наверное, имеет смысл забирать прибыль, частично хотя бы. И фиксироваться в то же золото, я не знаю, или там PAX G на Binance, да, PAX Gold. Или там золотые контракты на Femex или на PrimeXBT, как вариант. Или в серебро. Наверное, смысл имеет. Ну, не в доллар же фиксироваться, когда он сейчас, ну, видите, что в мире происходит. Это просто крах фиатной системы. Вот. Ну, и в какие-то недокупленные альты, в которые вы сами верите. Я вот верю в Dash, например, там, не знаю, в ETH Classic. Я в них тоже фиксирую часть прибыли. Потому что Dash находится на дне логарифмического канала. Как бы Dash находится в накоплении в таком же, как Bitok и ETH находились там пару лет назад. Поэтому тут смотрите сами, друзья, мой дисклеймер, не финансовый совет, как всегда. Если есть что забирать, короче, с рынка забирайте частично. Но не уносите ноги полностью, потому что это крипторынок. Он нас не перестает удивлять. Я пока ничего не делаю. У меня маржинальный мой портфель откатился назад по прибыли. Вот за неделю я в небольшом плюсе, а за месяц в небольшом минусе. Грубо говоря, на месяц назад откатился. Но держу, продолжаю держать позиции. По Atom была прибыль, я ее забрал. Говорил об этом недавно. По Dogecoin был интересный расклад к Bitcoin. Посмотрите, похоже на Long Squeeze. Похоже на Long Squeeze. Соответственно, можно ожидать продолжения сейчас роста. Но очень спекулятивно. Потому что глобально Dogecoin, я вам уже говорил много раз, я жду его вниз. И он, собственно, и делает то, что я от него жду. Посмотрите, он как выше 1000 сатоши забрался, так и пошел дампить. Может по нему отскок дохлой кошки нарисоваться. И дальше вниз куда-нибудь на минус 138 сатоши. Ну, вниз обратно куда-нибудь к 100 сатоши. Я думаю, он может улететь. Или даже ниже 100 сатоши. Вот, поэтому, ребята, аккуратней со всякими шибами, доджами и прочим дерьмом. Аккуратненько набираем лонги. Аккуратненько. Смотрите, мы с вами находимся на недельной поддержке. На сетке EMA Ribbon. Вспомните, как круто было исторически покупать на ней. Поэтому, может ли все в этот раз измениться? Может. Можем мы вот так упасть, как падали под нее на ковид-дампе? Можем. Поэтому и на ней надо покупать. И если упадем ниже, надо еще больше докупать. Понимаете? А риски рассчитывает каждый сам. Если вы торгуетесь большим плечом и вас ликвидируют, то только вы в этом виноваты. А не кто-то, кто в Ютубе вам что-то рассказывает. Понимаете? Или биржа, которая вам любезно предоставляет такие кредитные плечи, что ни один банк вам не даст. Но риски-то огромные, вы же понимаете. Как и прибыль. Кто не рискует, тот не получает профит. Если вы принимаете огромные риски, то вы получаете огромную прибыль. Даже просто ходь для битока. Вы же принимаете риск того, что он может соскамиться. Принимаете. Но через годы вы просто смотрите, насколько он вырос и офигеваете просто. Да? То есть биток растет на тысячи процентов. То есть если посчитать среднегодовой, то я думаю, что там больше 100% среднегодовых он приносит. Ни один другой актив в мире вам не даст такой маржи. Поэтому, ребята, что-то я заболтался. Возможно просто, понимаете, возможно, что мы еще чуть-чуть ниже упадем. Возможно, что мы сильно упадем. Но потом, через время, когда все это отскочит и полетит наверх, вы будете смотреть и говорить, блин, а что же я не закупился-то вот здесь? Желтая точка была. Гринник говорил, что это практически абсолютное дно. Все топили за медвежку вокруг. И в итоге что мы сделали? Вот так вот, понимаете? Вот практически уверен, что так и будет. Насколько глубокий этот сквиз будет? Никто вам не скажет. Может быть, он уже закончился, а может, он еще упадет ниже. Но то, что потом мы полетим наверх, это практически 100%. Поэтому все, друзья, всем профитролей. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк. Все ссылки в описании. Торгуйте, пожалуйста, аккуратно. Соблюдайте риск менеджмент. И холите большую часть на холодном или на аппаратном кошельке. И будет вам профит. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok